всем привет с вами дмитрий урсул это новый выпуск quick news в котором мы поговорим о новостях прошедшей неделе в мире музыкального оборудования и плагинов и начнем с юбилея такого редкого и уникального и удивительного инструмента как термин vox для тех кто не знает это такой довольно интересный синтезатор который работает от магнитных полей то есть он генерирует звук по мере того как мы подносим наши руки к нему и соответственно одна часть отвечает за громкость другая часть отвечает за высоту тона и он издает такой очень классный такой ассоциируемый наверное с фильмами и мультиками про приведения из 50-60-х такой забывающий звук классический и он на самом деле много где использовался но изначально он делался для такой вот классической музыки довольно старый инструмент изобретенный нашим соотечественникам львом сергеевичем терменом собственно так он и называется термин vox то есть такая как эмуляция некого такого пения вокала потому что он звучит очень плавно и им именно его использовали в первую очередь как такой некий классический инструмент то есть для него там даже писали какие-то классические произведения аля как для скрипки также вот для фортепиано и термин вокса то есть его очень много и часто поначалу в начале 20 века использовали именно вот как такой вот инструмент для светских вечеров скажем так и конечно уже в более психоделическую эру когда этот инструмент стал более популярен на западе там 60 70 его переняли к себе множество рок-групп его много кто использовал конечно же led zeppelin джимми пейдж и очень часто использовал и кстати я его тоже недавно использовал на одном из концертов с пьером и делем у меня собственного термин вокса нету но я брал у знакомых в аренду его на этот концерт и я был очень просто поражен тем как вообще вот этим экспириенсом как на нем играть это очень непривычно очень так немножко ты себя чувствуешь каким-то дисбалансированным музыкантом то есть не понимаешь как и громкости пич одновременно но вообще инструмент очень классный и опять же если у вас будет возможность его подтестить попробовать это очень крутой экспириенс и мук компании мук их до сих пор выпускает очень классные версии в принципе там все очень легко самый примитивный инструмент но очень классно работающий и в честь столетия мук выпустила новую лимитированную версию которая называется clara vox это такая модель она и оформлена в такой вид под такие ранние даже не знаю тридцатые годы двадцатые годы в общем очень красиво выглядящий термин вокс с дополнительными настройками можете также перейти на сайт по ссылке в описании и почитать про него подробнее в общем поздравляем термин вокс и поздравляем компанию мук со столетием этого замечательного инструмента также на этой неделе объявили об открытии публичного бета-тестирования сервиса креатив паспорт это сервис который предназначен для всех музыкантов sound продюсеров music maker beat maker of и так далее для того чтобы скажем так держать под контролем свои права ну и собственно свою свое такое виртуальная айди как музыканта то есть ну такой по сути паспорт музыканта в котором будут также учитываться все ваши работы будут учитываться где вы с кем работали когда то есть будет выстраиваться ваша иерархия все ваши права будут также собираться учитываться то есть всякие royalties и прочее все будет учитано ничто не потеряется и разработчики планируют что этот сервис станет собственно очень популярным и в принципе вообще такие стартапы они работают только в том случае если все в них начинают все скажем так там регистрируются начинают ими пользоваться как это было соцсетями такими как facebook вконтакте и так далее и вот подобный сервис они тоже работает исключительно в этом случае когда все музыканты или большинство соберутся и там зарегистрируются начнут пользоваться собственно этими возможностями тогда возможно подобные стартапы и будут приносить реальную пользу но в принципе по заявленному по заявленным идеям от разработчиков там все очень просто то есть вы регистрируетесь у вас будет свой такой некий айди и все ваши работы которые вы будете делать релизы которые вы будете выпускать какие-то коллаборации которые вы будете делать вы просто будете отмечать свой айди то есть вы не просто какой-то там имя фамилия у вас будет четкий номер ваш и всякие роялти если ваш трек день будет использоваться где-то будет проигрываться везде будет идентификация собственно этот сервис будет естественно собирать всякие и роялти в том числе платежи наверняка он конечно же будет брать себе процент за это собственно для этого на это и расчет подобных стартапов в принципе идея хорошая я не против естественно это все делают западные разработчики это больше интегрированы скорее вот эту западную систему шоу-бизнеса там следят гораздо серьезнее за соблюдением прав и прочего я не знаю насколько странно снг быстро подключиться к таким подобным стартапом но в целом идея очень классная курс тоже такой очень интересный взят на то чтобы так как сейчас довольно много музыкантов образуют образуется каждый день появляется достаточно купить просто себе macbook допустим какой-нибудь контроллер немного таланта усидчивости практики в принципе ты уже можешь через пару лет делать вполне себе конкурентоспособные какой-то продукт музыкальный это может быть что угодно от музыки для реклам до джинглов и до каких-то битов поэтому естественно будет круто если будет некий сервис который поможет это все организовывать люди будут не сами пытаться как-то себя отстоять чтобы них что-то не украли и так далее будет такой некая единая платформа который будет скажем так быть и одновременно регистратором ваших вашей интеллектуальной собственности также будет собирать royalty еще также это будет как ваша визитная карточка веб-сайт на котором будет представлена вся информация о вас ваши данные ваши заслуги ваш опыт то есть в принципе начинание очень позитивная но пока я естественно отношусь немножко скептически потому что таких стартапов довольно много в последнее время сейчас все ударяются в веб подобные вот стартапы сервисы и порталы и посмотрим насколько такая консервативная вещь как музыкально это тусовка где все друг друга обмениваются через email через соцсети идеями данных насколько она быстро сможет прилинуть таким вот регулятором которые постараются организовать вот этот весь наш творческий процесс с точки зрения правового поля и вообще насколько это будет работать но во всяком случае поживем увидим вы можете перейти по ссылке в описании и почитать про этот сервис поподробнее что он предлагает и что он уже может сделать сегодня и задуматься вообще насколько подобные сервисы будут принимать участие в нашей творческой жизни в будущем ну и давайте поговорим о софте что у нас появилось за прошедшую неделю начнем мы с компании клэп грант который сделал синтезатор пипа который предназначен для воссоздания человеческого голоса то есть это синтезатор который скажем так генерирует в реальном времени основанный на опять же таблично волновом синтезе всякие гласные согласные звуки в реальном времени то есть как заверяют разработчики можно делать классные какие-то акапельные партии но такие как пам 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 ля 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 что-то такое и в принципе даже в демо версии который лежит на youtube канале разработчиков на их сайте есть очень классный пример как можно сделать и что можно сделать там звучит довольно бодро то есть такой получился полноценный такой хор бэк хора бэк вокальный конечно же она не может генерировать пока слова и тексты и полноценную вокальную партию но это можно использовать вместо бэк вокалов это можно использовать для какой-нибудь инструментальной композиции для кино где нужно просто быстренько что-то напеть на ля 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 папа пам как я уже сказал и этот синтезатор в принципе для этого и предназначен и звучит он довольно круто хотя сами разработчики предостерегают и говорят что придется потратить немало усилий чтобы сделать его звучание максимально естественно там очень много контроллеров очень много возможностей что-то подкручивать и естественно в статичном виде он будет работать как звучать как робот и чтобы его максимально очеловечить вам придется что-то все время модулировать видоизменять автоматизировать и тогда каждое слово каждая фраза будет максимально очеловеченными но так или иначе классный инструмент так как его только анонсировали он пока продается со скидкой вы можете также перейти по ссылке в описании и почитать про синтезатор и возможно себе приобрести если вам понравится его звучание по традиции поговорим о бесплатных плагинах которые анонсировали на этой неделе первый из них это новый ревербератор который называется inspirato light довольно классный ревербератор в котором можно прям вот на виртуальной сцене располагать объекта источники звука конечно же в продвинутой полноценной платной версии там больше возможностей больше возможности по позиционированию собственно вашего ваших элементов микса в неком виртуальном пространстве но и даже урезанная версия бесплатная она несет очень много классных функций например одних импульсов там на 9 гигабайт то есть довольно обширная библиотека уверен там очень есть классные пространства и даже если просто использовать его как ревербератора для одного канала или двух каналов миксе на посыле тоже очень неплохая неплохой плагин в вашей коллекции ревербераторов в общем переходите по ссылке и почитайте про него подробнее послушайте примеры звучание и скачивайте и пробуйте еще один интересный плагин который также отдается абсолютно бесплатно это плагин dear vr micro который предназначен для бинаруального парономирования звука в пространстве ну в виртуальном пространстве собственном момент сведения то есть этот плагин можно использовать как такую некую ручку панорамы с дополнительными возможностями то есть можно панорамировать источники делать их как бы выше ниже то есть там создается такой эффект реального 3d пространства где вы объекты размещаете не просто правее левее а еще и как бы глубже выше ниже то есть можно прям создать реальное пространство с помощью этого плагина в общем также переходите по ссылке в описании изучайте смотрите видео примеры потому что плагин довольно классный и что самое приятное он абсолютно бесплатный и напоследок плагин от компании cable guys это довольно известные ребята которые уже выпустили очень популярны плагины такие как volume шейпер и фильтр шейпер это плагины которые позволяют делать всякие классные шейпер эффекты имеется ввиду гейты всякие тремоло эффекты и так далее то есть довольно классные плагины и сайдчейны они собственно выпустили свой дисторшн плагин который называется драйв шейпер то есть та же самая идея вы как бы автоматизируете появление дисторшн в определенные моменты привязаны к темпу то есть это не статичный дисторшн а вот такой автоматизированный который работает то есть можно делать такие некие секвенции из дисторшна довольно классный плагин он кстати работает еще и в мульти бэнд режиме то есть можно делать дисторшн для разных полос и временно он доступен бесплатно то есть вы можете его либо скачать зарегистрировавшись на сайте cable guys либо создав аккаунт либо вы можете в плагин бутик его найти добавить в корзину и ввести промо код который будет в ссылке в описании внизу и он станет абсолютно бесплатным опять же действует ограниченное количество времени так что поспешите и можете его себе взять в коллекцию ну что ж на сегодня это были все новости увидимся с вами ровно через неделю где поговорим о том что произойдет собственно за предстоящую неделю всем успехов в творчестве не забывайте подписываться на канал и нажать колокол чтобы не пропустить следующие ролики напомню что на этом канале вы выходят не только новости а также и обучающие ролики по лоджик про анонсы курсов и также мой видеоблог так что оставайтесь на связи с вами был дмитрий урсул всем успехов творчестве всем пока